Мой дружок пирожок, не хватает денег на шустрые тачки, маленький уровень для покупки мощных пушек, не хочется фармить а получать удовольствие от GTA Online, тогда заходи в мою группу по прокачке, бабки, опыт и полная прокачка персонажа. Сделаем все быстро, качественно и недорого. Прокачим твоего перца как на ПК, так и на все консоли. Переходи по первой ссылочке в описании и заказывай самую надежную прокачку, избавив себя от унылова фарма. Заказывай прямо сейчас. Всем привет мои дружочки пирожочки, очередная бонусная неделя из говна и палок. Начнем по-быстрой. Роки снесли к хуям они с 300 ар из магазина снова, но добавили новую бричку Каринбур. Нас уверяют в том, что купив бричку колхозника после восстановления за лям 280 тысяч баксов, мы еще получим его потную майку. Купить нужно будет до 27 апреля. По скидкам все печально. 30% скидка на зарусца. Слабый суперкар, который больше похож на китайский аналог Тогаза. Репер также со скидкой 30%. Старая и никому не нужная бричка вдруг стала популярной у Роков. Вспомнили также об Албане VSTR. Четырехдверная шляпа похожая на Мерс с американскими корнями. Автомобиль портированный прямиком из Science Row, но для автомобиля бизнес класса едет неплохо. Даже на свои деньги с учетом скидки в 30%. По недвижке у нас скидки на офисы в 30%. Такая же скидка на весь ремонт этого офиса. Если же офис уже есть, можно ебануть еще и гаражу офиса также со скидкой 30%. Все там лампочки, наклеечки и фальш-панели тоже со скидкой 30%. Включая даже автомастерскую, где уже давно никто не тюнингует тачки. Ну и теперь я бы хотел вклинить сюда небольшие анонсы грядущих изменений в GTA Online. Рокки естественно скоро выкатит более подробную инфу, но мы уже должны быть готовы к этому. Начнем с большого вопроса по iFruit. Мобильное приложение на которое Рокки положили свой вялый черный болт. Начиная со следующей недели появится новый раздел на сайте Rockstar, где мы сможем залогиниться и наконец-таки купить и изменить собственные номерные знаки для автомобилей. Надеюсь там же можно будет тюнинговать тачки прямо на сайте, втыкаемые турбины в электрокары. Но пока известно только о покупке собственных номеров на автомобиле. Также Рокки снова решили пошатать экономику в GTA Online. Изменения коснутся выплаты на некоторые миссии в зависимости от их сложности. И не думайте что Rockstar решат просто увеличить выплаты. Мы это уже проходили. Эти полупокеры на постоянной основе увеличили в два раза выплаты за работу босса. Наемный убийца стабильно давал 40 тысяч баксов. Сейчас же они в крысу вернули все как было. Думаю речь может идти даже о Каоперика, которая какого-то хуя все равно остается лучшим способом заработать денег. Но страдать от этого будут только обычные игроки, которые проходят Каоперика без отрубов интернета. Но это уже мои предположения. Возможно Рокки увеличат выплаты за обычные задания знакомых, чтобы мы хоть какое-то внимание обратили на них. Также Рокки начиная с 27 апреля изменит цены на некоторые транспорт. Например Руинер 2000 будет дешевле, как и от слот Страмберг. А вот угнетатели всех ССИ в модификации Марк 2 сделают еще дороже. То есть люди, которые страдали от апрессороводов, пытаясь заработать на него тоже, теперь должны сосать большой и шоколадный. Это прям как с ценами на автомобиле. Откладываешь 5 лямов на нормальный Мерс. Вот вроде пару лет прошло и готов купить, а он уже 7 лямов. Батрачишь снова, и вот-вот накопишь, а он уже 12 лямов. Ну и тебе ничего не остается, как на эти 7 с небольшим лямов заказать шлюх и герыча, отойдя в мир иной в конвульсиях от передозировки. Ладно, идем дальше. У нас тут же ТАНЛИН. По бонусной части тоже слабовато. Но тем не менее на этой неделе можно заработать в полтора раза больше денег и опыта с продажи спецгруза. То есть с полного склада спецгруза на 111 ящиков можно будет поиметь минимум 3 ляма 333 тысячи баксов. Если все это дело продавать в закрытой сессии. Но я вот решил продать один ящик за 15 тысяч баксов. И что роки решили сделать? Правильно. Дать мне самолет. Чтобы я разделил этот кусочек сникерса на три части и развез все это по разным местам. Респект логистики за такое путешествие. Естественно я решил уйти красиво через тоннель. Но даже этого у меня не получилось. Говорят что если доставить спецгруз. То можно получить белую куртку с рисунком. Мне же удалось только пососать полувялого. Возможно куртка оказалась у меня в гардеробе. Но никто мне об этом не сказал. Также довойные выплаты за противоборство для микрочеликов. Микрогонщики. Тут можно было бы сказать что еще в два раза больше чего-то дают за бизнес схватки. Но кого это ебет. И самый бесполезный и щедрый бонус на этой неделе. Тройные выплаты для громил. Наемников в организацию. Я уже вижу как тело нанятое боссом ждет 48 минут. Чтобы забрать свою тридцатку. И на 47 минуте босс организации ливает из сессии. Что по поводу доставки разнородного товара из офиса. И той же работы босса. Тут отсос Парадантович. Никаких увеличенных выплат нет. Так же как и нет рельса трона в оружейном фургоне. Который сегодня расположен в доках. Каждый день я публикую эту инфу в своей телеге. Ссылочку можете найти в описании к видео. И всегда быть в курсе. Что где находится каждый день. В общем на этой неделе фургон вам нахер не нужен. И вот там нет ничего путного. Если кинуть взор на лухури витрину. То там можно увидеть две брички. Которые поросли мхом. Это зарусся со скидкой 30%. И рыдым. Типа Тесла. Но с убогой реализацией. У лысой женщины более менее все бодро. Но даже новенький бур сюда не завезли. Поэтому придется ждать моих тестов. Чтобы оценить новую бричку. В автоклубе же не все так плохо. Жалкое подобие ауди. Драфтер на этой неделе можно забрать после прохождения серии погонь. Нужно занять хотя бы пятую позицию в гонке. И так проделать три дня подряд. Кто заходит каждый день в GTA. Бричку можно забрать очень просто. Катнуть можно на этих сасных бричках. Посмотрели. Оценили. А? Я знаю что вы тоже никогда их не тестируете. Поехали дальше. А дальше у нас остался Казик и бричка Джеймс Бонд 700W. В этой модификации бричка без пулеметов. Но их можно установить в том же ПКП. Гениально. Ведь просто 700 и Джейби имеют пулеметы. Но стрелять ими невозможно. По сути это все что я успел найти перед выходом официальных новостей от Рокстар. И в этом обновлении у нас остаются закрытыми только случайные события с конвоями. Где можно намутить себе сырья и денег в свои предприятия. Ждем с опасением изменений экономики в GTA Online. И следим за новостями. Которые я обычно кидаю в телегу. Если они не достойны по содержанию для создания отдельного видосика. Ну и все. Всем бб, всем гг. Субтитры создавал DimaTorzok